Российские железные дороги запустили туристический поезд из Ростова в Черкесск. Это позволяет создать комфортный способ посещения курортов Карачаева-Черкесии в период наибольшего наплыва туристов. О некоторых логистических новшествах в сюжете корреспондента Артур Амкце. Еще несколько дней назад единственным производителем шума на железнодорожном вокзале Черкеска была электричка Даневиномыска. Но теперь РЖД вводит туристический поезд из Ростова-на-Дону, тем самым предоставив ценителям отдыха в горах еще один способ посещения курортов Карачаева-Черкесии. Радушные хозяева встретили первых посетителей хлебом с солью и зажигательными кавказскими танцами. Почему воспользоваться? Ну, все время на машине. На машине устаешь, а здесь хорошо отдохнул. Сейчас пойдем на экскурсию. Мы не так далеко живем, но решили посмотреть, как с РЖД путешествуют. Это первое наше путешествие. Вот решили себе такие выходные устроить. Принципиальная позиция руководства республики и поддержка со стороны РЖД позволила организовать туристические поезда в Черкесск в самый привлекательный для отдыхающих людей период. Комфортные вагоны доставили несколько десятков пассажиров, для которых туроператор заранее продумал график посещения курортов Архыз и Донбай. Но перед тем, как сесть в автобус, они приняли участие в викторине на знания достопримечательностей республики, традиции, культуры, истории народов Карачао-Черкесии. А кое-кто решил продемонстрировать и практические навыки танцевального искусства. Это первый туристический поезд. Следующий туристический поезд – это 9 декабря прибытие в это же время. Ну и, соответственно, на новогодние праздники с 30 декабря по 8 января – это «Ласточка», лыжная стрела, которая будет на регулярной основе курсировать Ростов-Черкесск. Гостеприимная Карачао-Черкесия празднично встретила первых пассажиров туристического поезда. Нет сомнений, что и следующие гости республики по достоинству оценят как сервис РЖД, так и предоставляемые на курортах услуги. Артур Махцемурад, Жанкёзов, Вести, Карачао-Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова